ехали в парк который находится около речки и тут очень много гуляют с собаками бегают на велосипедах катаются он не близко от нас но он очень классный время от времени сюда приезжаем а после обычно ходим кушать бразильскую бразильскую выпечку то оставайтесь с нами и все покажем мы обычно берем с собой велосипеды но поскольку сейчас у нас маленький ребенок то велосипед не получается мы взяли вот еви нашей велосипед а самим пешком прогуляемся тут все равно очень очень хорошо тут у нас станция где нужно заплатить за стоянку машины делаешь все сам стоит это 3 доллара по-моему так вот здесь можно конвертик и палат положить 3 доллара и сюда его кидаешь а там можно заплатить если хочешь карточкой от недавно сделали кстати кстати раньше было 3 доллара сейчас я смотрю 5 долларов сделали то вот положили туда 5 долларов вот эту штуку отрываешь и вешаешь себе на машину и вот смотрите проверяющий когда придет проверять он вынет эти конверты вот на нем номер и на нашей машине номер и он сравнит и он знает что мы заплатили такая вот система еще одно новшество с прошлого раза как мы здесь были теперь можно взять брать такие вот велосипеды на прокат тоже все автоматически интересно оплата производишь телефона как интересно смотрите люди совершенно разных возрастов здесь занимаются спортом вот пожилой дедушка молодец а вот и речка течет папа а вот и речка течет вот мы вот потом мы смеи у тут очень хорошо прохладнее чем просто где-то потому что здесь вокруг лес и тем более речка и в общем здесь просто чудесно нам здесь очень нравится бываем и здесь не очень часто но опять таки потому что нам сюда ехать где-то минут сорок но стараемся сюда приезжать потому что здесь просто очень-очень здорово из пристань чуть-чуть мы сделали небольшой перевал сели тут и сидим смотрим на речку смотрите по реке сплавляется плотилия отдыхающих а вот смотрите плывет рыбак у меня приближение не но вы видите вот с удочкой он тут на плотике на дону на таком вот этом плывет и ловит себе рыбу и сплавляется красота теперь держим путь в блазийское кафе там причем их два одно с мясом а другое со всякими вкусностями мы заедем в оба вот такой ресторан когда они открылись у них было только мясо но сейчас у них тут и выпечка есть выпечку мы обычно в другом месте она там вкуснее но что мы сделаем здесь это вот здесь самая главная такая штишка это буфет вот ведь ничего ничего необычного честно сказать мне просили бразильский буфет даже не очень нравится просто потому что ну тут короче не так много что нашему русскому человеку можно вкусно поесть немного здесь гарниров так вот тут какие то есть бабы они не вкусные а бананы жареные рис ну вот тут как как бы тушеное мясо макароны вот можно но запеканка это в принципе это все то есть здесь нет картошки нет еще чего то такого более такого русского ну то есть найти перекусить можно но не так чтобы много вот ребята из-за чего мы сюда ходим она сзади меня а это такой ну бразильский вид как как мы делаем шашлык они делают мясо на вертелах такое вот причем оно очень вкусно совершенно разные виды и тут просто тебе смотрите нарезает вот так в тарелку вот это очень вкусно мясо вкуснейшая просто сравнимо с нашим лучшим шашлыком она тут с приправами все делами очень просто идеально и много-много разных видов мяса ни одно мясо что это такое что Маскордино-маскордино? Маскордино Спасибо Хорошо Хорошо Спасибо По телевизору Показывают бразильские каналы То есть на бразильском разговаривают Я не знаю на ком они разговаривают На испанском или на каком Или у них свой язык На португальском Короче бразильское телевидение И официантка Которая к нам должна была обслуживать Она по-английски вообще тоже не разговаривает В многих ресторанах в Америке Нельзя найти горячего чая Кофе практически есть везде Но бывает такое, что даже и кофе найти нельзя Вот в этом ресторане мы просили горячий чай На меня очень удивительно посмотрели Удивленно И сказали ну типа окей И вот смотрите У них нет ни посуды ничего Вот они в обычный стакан Налили горячий Он не горячий, он теплый Налили чай Вот это типа ну развели пакетик Поняли? Залили горячей водой Вот Настолько это необычно и непривычно для них Сказать самое главное Вся прелесть этого ресторана в том Не то, что здесь просто есть мясо А в том, что его можно взять Брать бесконечно много То есть подходишь сколько хочешь И берешь, берешь, берешь Пока тебя отсюда просто не вынесут А цена одна То есть такой буфет Весной Вот тут сладкое Смотрите, разные торты Могут нарезать Кусочек тебе прямо Вообще Вообще тут большинство вот этих вкусностей Они на самом деле не вкусные Ну вот Опять таки для русского вкуса Да? Хотя Ну вот есть некоторые вот это допустим вкусное Вот это похоже тоже на русское вкусное Вот это бюзе Вот тоже вкусное А все остальное оно непонятных вкусов каких-то Просто оно непривычно Ну другое какое-то Вот допустим Вот это тоже Вкус непонятный Какой-то такой странный Бюзе